Доброе утро. В канун 300-летия города Невьянска государственный историко-архитектурный музей начинает серию передвижных выставок. Это крупномасштабный музейный проект, называется «Музейный караван», чтобы познакомить всех жителей Свердловской области с этим городом, с Невьянском. То есть эти выставки будут путешествовать по городам и первое же место, куда они попадут, это будет Екатеринбург. Сегодня у нас в гостях Марина Плаксина, главный библиограф отдела краеведческой литературы библиотеки имени Белинского. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Мы так понимаем, что выставка расположится у вас в библиотеке. Да, действительно, выставка передвижная, она располагается в нашей библиотеке в областном центре Свердловской области. Это довольно престижно для города Невьянска. Она будет открыта с 1 февраля по 29 февраля. Официальная презентация состоится 1 февраля в 18.30. Прошу любить и жаловать. Прозроки еще напомним. Я так понимаю, это фото-выставка. Вот что составляет ее основу? Что это за фотографии? Это реальные фотографии исторические Невьянска, либо это что-то, как это называется сейчас, фотошоп? Реконструкция. Нельзя назвать эти фотографии реконструкцией, поскольку подлинники, естественно, хранятся в Невьянском музее. Они сделали ретушь этих снимков, поместили их под стеклянные рамочки и привели в такой вид, что их можно транспортировать по разным городам области. На самом деле это репродукция с фотографии, но с подлинников. Понятно. В любом случае, получается, исторически. Много внимания уделено Невьянскому заводу, насколько я знаю, на этой выставке. Почему, чем он так уникален и интересен, может быть, жителям нашей области? Невьянский завод действительно является уникальным предприятием нашего Уральского края, поскольку это первый завод, где был выпущен чугун, первое металлургическое предприятие нашей области, первое демидовское предприятие. Достаточно вспомнить фильм Демидова «Ярополка Лапшина», где он сказал великую фразу «Если бы у меня таких людей, как ты, Никита Демидов, было больше, мы бы подняли всю Россию». Действительно, это было первое производство. И в 2001 году наша область, вся страна отмечала юбилей металлургии. Была выпущена энциклопедия металлургической заводы Урала, где Невьянский и Каменский завод были названы первенцами уральской металлургии. То есть это действительно были предприятия первенцы железоделательного производства нашего края. Вот этим завод уникален. Он послужил основой самой Невьянской заводы, хотя она и ранее существовала, была построена запруда, позже плотина на реке. И как толкуют местные жители, они организовали завод, то есть предприятие за водой, за рекой. Поэтому оно и стало называться Невьянским заводом. Это их версия. Но Невьянск это еще и центр старообрядчества и своеобразной иконописи именно Невьянской школы. Как вы считаете, сейчас остались старообрядцы в Невьянске? Знаете, безусловно, у меня недавно прошел курс лекций на эту тему. Я приглашаю руководителя одного из направлений старообрядчества, именно часовенного старообрядчества, Тюкена Мефодия Константиновича, который выступил с лекцией о рассказе о развитии старообрядчества в современности. Надо сказать, что старообрядство существует и сейчас. И более того, когда Сталин в годы Великой Отечественной войны в какой-то момент разрешил открытие церквей православных, старообрядческая церковь в городе Невьянске не закрывалась никогда и действует до сих пор. Может быть, она сохранилась в силу того, что это люди довольно скромные, если не сказать строгие. Там не было каких-то привлекательных ценностей, которые, грубо говоря, можно было бы разграбить. Поэтому старообрядчество... Невьянск явился облотом для старообрядчества. В основном сюда собирались беглые, каторжане, переселенцы с других территорий, которые бежали от преследования официальных властей. Надо сказать, что старообрядцев на Урале называют двоедани. Почему? Потому что они платили двойную дань, соприверженность старой вере. Там, где православный человек платил за что-то рубль, старообрядец платил два. Это большие деньги по тем временам. И до сих пор на Урале старообрядцев их же раскольников называют двоедани. Но, тем не менее, я знаю, что старообрядцы, они, в общем-то, основа в свое время были уральской промышленности, уральские купцы, многие были старообрядцы, промышленники. Безусловно. Поскольку Демидов приглашал к себе людей с разных территорий, а старообрядцы отличились тем, что они умели крепко держать дело. То есть, своего не отдадут и чужого не упустят. И Демидов старался ставить с приказчиками на своих заводах именно представителей старообрядчества. Но сам он свою приверженность к этим людям искать не мог, поскольку ему нужна была поддержка власти, а власть у нас традиционно была православной. Немножко ему вот так приходилось раздваиваться, вольно или невольно. Это очень все интересно. К сожалению, нам нужно как-то оперативно все это объяснить. У нас есть фотографии и видов Невьянска. Еще на выставке будут представлены фотографии, как раз-таки, я так поняла, что и купцов, и старообрядцев. Мы об этом говорили. По поводу вот этих портретных фотографий. Собиралась ли какая-то информация о том, кто эти люди? Может быть, пытались как-то связаться с их потомками? Безусловно. Вот здесь представлены фото неизвестных людей, но по одеянию можно уже судить, из какого сословия эти люди. Вот эта девушка из какого сословия? Я думаю, что фотографии производились в праздничной одежде и далеко не всегда соответствовали сословию. Ну, можно видеть, что одеяние у ней приближено к работницам, скажем так, уже не из крестьян, а именно работниц завода. Это ее нарядное выходное платье. Естественно, каждый день она в нем не ходила, а пришла только так сфотографироваться. Вернее всего, это даже был какой-то наряд праздничный, танцевальный. А вот детское такое? Это детское фото. Естественно, ребеночка из обеспеченной семьи или зажиточного крестьянина, или даже купца. Это покружевал? Потому что на нем богатая ткань, да, крестьянский. Ребеночек не мог себе такого позволить. А вот это фото типично. Здесь у женщины, у бабушки платок завязан именно в старообрядческом стиле. То есть это, видно, была старообрядческая семья, а мужчина, дед традиционно имел бороду. То есть без староврядец, без бороды вообще не мыслился. Сейчас вот вышла книга из истории Невянского старообрядчества, она у нас есть, можете познакомиться. То есть немножко они стали подниматься и, так сказать, продвигать себя в мир. То есть это типичная старообрядческая семья, можно сказать. То есть люди неизвестные, но по фотографиям можно проанализировать и понять. Да, то есть можно определить сословия, к чему они относятся. Да, на самом деле интересно. Давайте еще раз повторим, где и когда можно посмотреть эту выставку и до какого числа. Выставка открыта в новом здании библиотеки Белинского. Пятый этаж, отдел депозитария, открывается на 1 февраля, в 18.30 официальное открытие презентации. Я думаю, будут гости из города Невянска и до 29 февраля включительно. И потом она будет путешествовать, я так понимаю, уже по области, по другим городам. Да, естественно, она будет путешествовать по области, безусловно, да. Спасибо огромное, что пришли к нам. Будем надеяться, что зрители наши услышали, запомнили. 1 февраля открытие выставки. Я думаю, что вам будет интересно посмотреть, да, прикоснуться к истории, можно так сказать. А у нас в гостях был главный библиограф библиотеки имени Белинского Марина Плаксина.